всем привет из воскресенья 21 января сегодня снова планирую прогуляться по бруклину завтра улетаю в Алабаму с утра поэтому сегодня так будет не слишком интенсивная прогулка пойду сейчас в Борумфилл съем там второй завтрак понравилось мне это дело вчера завтракать бейглом потом оттуда пойду пешком в паркслоп потом спущусь еще немножко вниз в сансет парк там поснимаю там сам парк по себе неплохой вид на Манхэттен вот после этого дойду до верхней части бей ридж там есть хороший ресторанчик турецкий делают неплохие шашлыки там пообеду вернусь в отель потому что нужно будет сегодня обязательно постираться то есть я вещей с собой взял из расчета на одну неделю вот ну и собственно неделя почти прошла поэтому чтобы было что надеть в Алабаме нужно будет сегодня постираться почистить просушить обувь хорошенько ну короче буду заниматься хозяйственными делами все погнали в Борумфилл сейчас мы идем по Флетбушавине и экстеншен вообще Флетбушавине даже если не считать вот этой дополнительной ее части это самая самый длинный проспект Нью-Йорк насколько я знаю он прям очень очень длинный через весь Бруклин проходит и ну может быть даже делит Бруклин пополам части наверное не совсем равная но я вот здесь куда-нибудь а ставлю картинку с гугл карт чтобы было понимание в этот раз я решил не выкладывать видео все целиком я думаю вы уже поняли вчера сидел монтировал куски намонтировал на 3 часа обновил флешку в общем вы потребляете Нью-Йорк дозированно в этом году ну и да раз уж так получается что это видео из Нью-Йорка в этом году последнее то в конце подобью какие-то итоги что я про все это думаю конкретно про эту поездку про жизнь исходя из того что я от Рома услышал что я сам здесь вижу есть ряд интересных выводов вот всем этим с вами поделюсь ну и пока мы идем с вами к месту моего завтрака поделюсь с вами таким небольшим экономическим наблюдением с этой поездки вот ну понятное дело что везде растут цены и Нью-Йорк не стал исключением в этом смысле вижу что по сравнению с моим предыдущим пребыванием здесь я был весной 23 года до этого и в общем по сравнению с последним разом цены выросли ну прилично на все процентов на 60 на 70 так вот на связь на жилье на еду на все вот и прикольный момент в этом всем заключается в том как они выросли эти цены и выросли они в некоторых случаях очень хитро как знаете много освещалось в социальных сетях и разными другими способами то что происходит там типа продают 900 миллилитров молока в бутылках тем же дизайном что литр и так далее 900 грамм сахара вместо килограмма ну что типа люди не просекут и купят в общем я так как езжу в Нью-Йорк практически всегда по работе исключительно и работаю всегда в одном и том же месте да то и кушать хожу практически всегда в один и тот же ресторанчик в Дамбо в Вествилл вот и мне очень нравился там Нью-Йорк стейк вот он стоил 30 долларов в этом году я приезжаю и нет Нью-Йорк стейка в Вествилле но есть сирлоин стейк с теми же гарнирами в общем та же комплектация только сирлоин вместо Нью-Йорк стрип вот вот и стоит те же 30 долларов но как бы фишка в том что в общем то сирлоин это такой срез который ну почти в два раза может даже больше чем в два раза дешевле чем Нью-Йорк стрип то есть вот такие хитрецы и самое главное я еще у официанта спрашиваю а официант там в принципе не часто меняются я у него спрашиваю слушай дружище тут был вот Нью-Йорк стейк что с ним случилось он говорит а нет это было короче weekly special вот и иногда мы его просто оставляем на подольше на две на три недели в общем такая отмазка прокатила бы если бы я не ел этот стейк два года до этого а я его ел в двадцать втором году в двадцать третьем в общем вот так вот бизнесмены местные выходят из положения понятное дело что не все но некоторые да по сути заменили дорогой продукт более дешевым да исходный продукт я имею ввиду а стоимость блюда осталась прежней вот такие вот местные 900 миллилитров молока вместо литра ну и да в остальном цены тоже подросли плюс-минус на все это касается и готовой еды это касается и продуктов там фруктов овощей каких-то соков короче плюс-минус на все так идем мы с вами по району Борумхилл ну и раз все равно идем то надо и поговорить обязательно в общем второй такой интересный итог вывод не знаю по этой поездке заключается в том что я совершенно точно убедился что прям очень сильно не люблю холод зиму снег влажность и вот это вот все я совершенно от этого за много лет жизни в сухих и теплых странах городах совершенно от этого отвык и блин мне не комфортно я здесь себя нормально чувствую более-менее только в отеле да и то там постоянно кондиционер а он в шумной заразах вот в отличие опять же от того же кондиционера который у нас в мадридской квартире кондиционер в отеле хэмптон бай хилтон в даунтауне бруклина офигеть какой шумный и с этим приходится спать потому что иначе очень холодно вот в общем совершенно не мое и понимая что здесь такая погода бывает каждый год ну сложно я наверное могу понять тех кто сюда переезжает прямиком там из постсоветских стран у кого такой проблемы нет в плане ощущения да здесь холода но вот я 12 лет безвылазно прожив в странах городах с теплым сухим климатом периодически выезжая только на пляжный отдых куда-нибудь на побережье совершенно от этого всего отвык и до сих пор не могу приспособиться я здесь уже не елю мне до сих пор в общем весьма не комфортно да понятное дело что когда гуляешь как-то свежий воздух солнышко все это сглаживается но тем не менее в общем лично для меня это это если бы я собирался сюда переезжать на постоянку о чем постоянно спрашивают на совсем не на совсем не хочешь ли переехать и так далее мечтатели я их так называю вот в общем для меня этот вопрос будет очень остро стоять дело даже не только в материальной составляющей уже в общем я на эту погоду смотрю и думаю что даже если переезжать по работе в Нью-Йорк а другого варианта у меня особо нет потому что у нас сейчас офис гибридный вернулся вот то нужно будет как-то выторговывать возможность уезжать на зиму куда-нибудь теплые края вот но при этом не совсем понятно что делать с нью-йоркской арендой космической и так далее в общем ребята кто привык сухому теплому климату подумайте десять раз подходит ли вам Нью-Йорк я позавтракал второй раз ну а мы тем временем с вами перенеслись в начало района парк Слуп это конкретно парк плейс между пятой и шестой авеню ну либо между пятым и шестым авеню пусть на таких в комментариях мне расскажут как правильно мужском или женском вроде как в английском это женский род но по-русски это все-таки проспект поэтому даже не знаю в общем знамтаки комментарии приветствуются что хотел еще сказать я сидел сейчас завтракал и все пытался как-то придумать что-то что я могу хорошего сказать про Нью-Йорк вообще про эту поездку и как-то глобально ничего не придумал вот ощущение складывается такое что подсознательно я уже четкое решение принял в Нью-Йорк не ехать и теперь пытаюсь накрутить на это какое-то логическое объяснение мозг пытается придумать вот поэтому в голову лезут в основном какие-то моменты не самые позитивные скажем так вот и чего-то хорошего про варианты и возможности жизни в Нью-Йорке я вам сейчас даже сказать не могу придумать не могу такие дела но при всем при этом я вам хочу так сказать что я прям знаю на сто процентов что вот я уеду через неделю да в Мадриде тепло сейчас обещают пятнадцать я этому буду очень сильно рад потому что я вернулся домой вот психологически морально отдохну от всего этого от поездки в Нью-Йорк да и где-то не знаю к весне к лету я сто процентов буду снова хотеть здесь оказаться ну это прям проверенная тема то есть так было когда я приезжал в двадцать втором году в двадцать третьем и вот то же самое сейчас то есть я знал что так будет и сто процентов знаю что так будет еще раз что это все один в один повторится мне сложно это объяснить это как-то на подсознательном уровне происходит если хотите у этого города прям безусловно есть какая-то гигантская энергетика за счет того что сюда очень многие приезжают очень многие здесь реально добиваются успеха с этим сложно спорить и я думаю не нужно вот поэтому этот город как-то тянет тянет к себе и я уверен что снова захочу здесь оказаться к счастью у меня до двадцать шестого года вполне будет такая возможность ну как минимум до двадцать шестого потому что у меня виза действительно ни разу у меня не возникло проблем на границе я думаю что чем больше я езжу туда-сюда тем спокойней будет собственно говоря мое прохождение пограничного контроля в соединенных штатах вот такой вот райончик парк слоуп это считается очень хороший район в Бруклине территориально если весь Бруклин брать он примерно ну как бы не в центре но чуть-чуть пониже да здесь спокойно здесь хорошие школы здесь есть неплохой большой парк рядышком все доступно хорошая транспортная доступность короче ну и контингент соответствующий как бы бедные люди здесь естественно не живут я наверное так же как делал с Коблхиллом где-нибудь здесь вам прикреплю картиночку сколько здесь чего стоит в плане аренды недвижимости чтобы вы понимали я сам давно не смотрел конкретно этот район но я думаю что он на уровне на том же уровне что и Коблхилл по стоимости в общем вот так ребята заранее извиняюсь перед всеми кто прям любит заочно Нью-Йорк очень хочет сюда попасть и у кого мои негативные комментарии вызывают определенный подрыв я не специально еще раз могу вам сказать что очевидно где-то глубоко внутри я уже принял решение сюда не ехать жить по крайней мере пока да и мозг сейчас активно подгоняет аргументы чтобы соответствовать ну и да в тему на которую я сейчас рассуждал еще разок включусь все что я сейчас говорю и все какие-то может быть негативные моменты которые вам кажутся негативными по Нью-Йорку по жизни здесь вовсе не означают что вам лично не стоит сюда ехать то есть нужно понимать что я наверное как ну блогер небольшой должен быть ну одним из последних людей чье мнение вас должно интересовать в части того стоит ли лично вам переезжать в другую страну в частности в США здесь безусловно очень много возможностей если вы посмотрите статистику в Нью-Йорке прям ну очень много миллионеров живет вот и не исключено что именно вы да приедете может быть да с каким-то нулевым багажом так скажем да ну почти нулевым вот и станете очередным нью-йоркским миллионером этого исключать никак нельзя вот но лично мое мнение оно такое что если вы сможете стать миллионером в Нью-Йорке то и в условном Мадриде и в Москве и где угодно еще вы им тоже сможете стать это это просто означает что у вас есть что-то внутри какие-то может быть идеи достаточно энергии и так далее организаторских способностей которые могут вас к этому самому состоянию привести есть есть такое мнение распространенное и в принципе это даже изучалось в научном смысле так сказать что резкая смена обстановки локации языка привычек вообще образа жизни она активизирует создание новых нейронных ансамблей и в принципе это происходит в любом возрасте понятно что чем старше тем как бы нейроны ленивее да сходятся в ансамбле понятно что даже тогда когда у вас вот произошло это образование новых нейронных связей и так далее далеко не факт что это вам как-то поможет даст ну прям взрывной рост обеспечить вашему жизненному потенциалу но исключать это безусловно нельзя вполне возможно что именно так именно с вами и произойдет ну вот такой симпатичный очень район на мой взгляд тоже вообще все эти районы которые здесь рядышком да парк слоуп кэрол гарденс бором хилл кобл хилл хайтс они все достаточно сильно похожи в плане застройки и мне как раз вот такой стиль нравится больше а я сегодня вполне возможно посниму еще как дела обстоят в бейридже прошлую поездку я там жил но почему-то сам район особо не снимал ну вот наверное исправлюсь в эту поездку и там тоже поснимаем и вы увидите что там ну не то чтобы совсем по-другому но отличается не так как здесь таких вот браунстоунов очень мало там и в бейридже очень много домов таких многоквартирных по 5 по 7 этажей и ближе к воде очень много домов частных таких вот прям либо совсем частных либо то что в испании называется чайлет порядок то есть такие там хаусы двойки да но не вот такими вот линиями во всю улицу хотя может где-нибудь в начале района есть и такие да кстати ребята я придумал за что похвалить соединенные штаты ну и конкретно нью-йорк если хотите думал думал придумал я вас немножко вел заблуждение в начале этого видео сказав что цены подскочили здесь на все нет не на все автомобили автомобили здесь прям ну серьезно дешевле чем в испании ну прям мало того что они сильно дешевле процентов наверное на 30 так они еще и куда как более доступны то есть нет прям огромных очередей все новые модели обязательно идут в соединенные штаты прежде всего да вот так было например я когда свой автомобиль покупал думал ну сейчас возьму honda серви но нового модельного ряда вот и когда я пришел в салон мне менеджер сказал что их в принципе еще в испании нет только в штатах и что американские клиенты получают все первыми в этом смысле если кому интересно по локации то это 13-я улица и 6-я авеню и 6-я авеню как хотите мы все еще в районе парк Слоп он в принципе достаточно большой несколько коллег у меня здесь живут но не у меня моих коллег да по компании менеджеры в основном естественно все жилье снимают и достаточно многие достаточно много народу его шерят в частности есть и ПМ которые шерят жилье и разработчик был который шерил просто потому что это удобно ну а снимать отдельную квартиру это во-первых дорого во-вторых если вы одинокий то как правило смысла нет спрашивали меня на стриме про каршеринг есть ли здесь вообще такое явление как каршеринг я если честно не встречал ну то есть обычно по крайней мере как в Мадриде происходит каршеринговые машины они имеют всегда соответствующую маркировку там логотипы компании и так далее вот как-то призывающие пользоваться услугами да то здесь я таких машин не видел нужно погуглить может быть есть какие-то варианты которые никак не отмечены специальным образом я очень сильно сомневаюсь если честно но тем не менее такой вот интересный парчик не знаю он как-то кому-то принадлежит или это общее пространство летом должно быть очень красиво блин ничего себе да нужно под ноги смотреть а то здесь видите тротуары в основном не асфальтированные а из таких плит состоят и периодически попадаются такие которые выступают сантиметров на пять относительно предыдущей в общем чуть было не упал запнувшись за такую плиту вот такие скутеры кстати очень популярны здесь как паренек сейчас проехал причем они без номеров и соответственно я так полагаю никаких водительских удостоверений не требуется не требуется потому что ну если он без номеров то это считайте как велосипед электрический в общем занятно хотя разгоняются они вполне неплохо видел я здесь ребят которые на доставке работают с такими скутерами с такими скутерами ну в основном кстати доставщики которых я здесь видел это латиноамериканцы ну впрочем ничего удивительного да здесь их сейчас очень много я почти дошел до конца 6 авеню и здесь по моему кладбище в конце но на кладбище не очень хочу идти так что наверное обойду его направляюсь я сейчас в район Sunset Park он тоже в принципе похож на все что вы видели до этого за исключением пожалуй контингентов и Sunset Park очень густо населен латиноамериканцами там много латиноамериканских заведений очень много надписей на испанском постоянно испанская речь везде испанский язык такой характерный латиноамериканский испанский но кстати что интересно я бы сказал что это больше район такой то есть он конечно латиноамериканский но латиноамериканцы которые там живут это в основном люди которые приехали давно надеюсь вам не сильно вздувает потому что ветер в общем мне об этом рассказал мой коллега мексиканец но родился и вырос он здесь как раз таки в районе Sunset Park и в общем там много таких латиноамериканцев которые уже очень даже американизировались целая куча голубей я им помешал кушать ну в общем да Sunset Park такой я не знаю приезжают ли туда сейчас новые иммигранты наверняка да вопрос в том в каком количестве на сколько мне известно все таки новоиспеченные эмигранты из латинской америки предпочитают верхний манхэттен там прям вот самый верх маленькую доминикану и все что вокруг Вашингтон хайтс инвуд и вот это вот все ну вот мы еще до Sunset Park не дошли а я уже вижу пример заведения ну соответствующие граффити тоже ну и заведение вон то кафешка Мекс Сальвадор здесь кстати часто такое можно встретить что сочетают еду типичную мексиканскую и типичную сальвадорскую уж не знаю кто на самом деле владеет может быть какая-то смешанная семья мексиканская сальвадорская ну в общем факт в том что много такого видел пришли мы с вами в район Sunset Park конкретно это сороковая улица между четвертой и пятой авеню так батарея внезапно решила сесть поэтому не знаю записалась или нет в общем думаю что Sunset Park это один из самых высокорасположенных районов Нью-Йорка сейчас мы с вами идем сильно в горку не знаю видно вам не видно так что заранее прошу прощения если буду запыхаться периодически и вы будете слышать мое тяжелое дыхание пришел я сюда в основном для того чтобы собственно говоря посетить тот самый парк с одноименным названием с него открывается неплохой вид на Манхэттен такой издали сегодня очень чистый ясный солнечный день поэтому самый такой оптимальный на мой взгляд момент для того чтобы в этом парке прогуляться ну такая здесь застройка уже видите попроще это этажность все еще примерно такая же где-то по три по четыре плюс подвалы здесь живут много бейсменты так называемые вот но попроще уже видно что не настолько богато как там же Кобл Хилле или Парк Слоупа но все еще весьма симпатично вон вот такой вот парк понятно что без зелени как-то не так смотрится ну а вот вид про который я вам говорил в принципе отсюда видно много чего видно Джерси Сити вон с той стороны видно Манхетта неплохо Таунтаун Мидтаун даже вот чуть-чуть шапки зданий которые около центрального парка отсюда видно это в принципе гораздо лучше выглядит все дело вечером когда стемнело и я вам где-нибудь здесь прикреплю фотографии я здесь был в пятницу вечером нет в районе наверное 9 часов когда уже было темно ну и пишите в комментариях какой вариант вида из Санцет Парка вам нравится больше здесь кстати сказать с чисткой дороже почему-то какие-то проблемы то есть я вот сейчас иду и видите все обледенело почему-то власти обошли этот парк стороной ну видимо потому что здесь как бы туристы не особо гуляют вот в Санкт-Парк где мы были вчера где чисто абсолютно все здесь нужно очень аккуратно походить все обледенело наверное лучше где-нибудь по снегу пойду чем по бельяной дорожке все вышли мы из парка и сейчас немножко прогуляемся по самому району вообще кстати для тех кто подумывает перебираться в США из испаноязычных стран в частности из Испании мне вам тут люди писали гринку выиграл кто-то кто-то по работе едет и так далее то вполне возможно Санцет Парк кстати неплохой район для жизни по крайней мере на первое время для адаптации особенно если есть дети по локации мы сейчас с вами на углу 45 и 6 вот особенно если есть дети и важно чтобы был какой-то знакомый язык ну вот Санцет Парк неплохое место здесь хорошие школы район на возвышенности значит качество воздуха должно быть получше чем там где пониже ну все есть транспортная доступность опять же неплохая и я смотрел стоимость аренды как бы ее не задирают опять же вот для сравнения данное Zillow я куда-нибудь сюда прикреплю что интересно вот я вам сказал что это район с преимущественно латиноамериканским населением но я уже наверное человек десять встретил явно азиатской наружности вот здесь какой-то медицинский центр китайский скорее всего по иероглифам так что вполне возможно что китайцы проникают везде рассказывал Костя Нью-Йоркер в своих видео что он живет в Боро Парке но в китайской ее части хотя я был убежден что Боро Парк это прям чисто еврейская тема вот видите оказывается что нет оказывается что китайцы проникают сейчас везде и с удовольствием селятся и с евреями и с латиноамериканцами и потихоньку полегоньку остаются одни китайцы но насколько мне известно все-таки пока что преимущественно это не китайский район а именно что латиноамериканский ну и в основном такой мексиканский причем такой те кто приехали давно ну вот да прям интересно как одна культура один район Нью-Йорка перетекает незаметненько в другой и чем ближе мы границы Sunset Park и Bay Ridge тем меньше лиц латиноамериканских и все больше и больше лиц азиатской наружности попадается по пути очень много заведений с иероглифами на вывесках иногда кроме иероглифов там вообще ничего нет то есть только для своих да чтобы чужие не шастали так сказать сегодня воскресенье и с парковкой прямо очень сложно я слышал до этого что в Бруклине в принципе с парковкой сложно в любой день недели но вот я сейчас так иду крайне редко попадаются места которые без гидранта в основном все занято представляю насколько сложно должно быть здесь будни если вы едете на работу на автомобиле насколько сложно должно быть найти парковочное место ну вот скажем вот здесь есть место но здесь парковаться нельзя потому что здесь гидрант и должно быть если мне память не изменяет как минимум два метра от гидранта в каждую сторону свободно и если туда встать то неважно выходной невыходной воскресенье праздник что угодно прилетит не кислый штраф вот а могут и вообще оттащить куда-нибудь машину и потом придется платить космические деньги за каждый день простоя на стоянке по месту сейчас мы находимся на пересечении 56 и 6 потихоньку приближаемся уже к Bay Ridge ну вот еще раз возвращаясь к вопросу смешения культур прошли мы с вами каких-то наверное 10-12 блоков сейчас мы находимся на пересечении Овингтон авенею и 6 авенею в общем прошли 10 блоков и уже азиатских лиц по минимуму но зато очень много стало попадаться таких серьезных мужчин бородатых вот полностью покрытых женщин в хиджабах никябах только глаза торчат и сейчас мы выйдем с вами на 5 авеню в Бруклине Bay Ridge и там вообще прям очень много заведений с надписями на арабском потому что это такой очень популярный район у еменцев турков вот так вот что угодно какие угодно культуры и языки Нью-Йорк такой своеобразный плавильный котел вот такой застройки здесь очень много кстати видите такие уже домики явно многоквартирные выглядят они попроще наверняка с паровым отоплением внутри паровое отопление это вообще отдельный прикол у нас в офисе такое и оно периодически ощущение такое что что-то лопает взрывается ломается в общем с непривычки немножко стрёмно когда идет нагрев вот такие домики в прошлый свой визит в Нью-Йорк я здесь недалеко останавливался на пересечении Bay Ridge Avenue и 4 Avenue неплохая была квартирка Airbnb смотрел я она почему-то исчезла владелец снял листинг не знаю по какой причине очевидно ребята из Украины живут флажок торчит из окна ну вообще Bay Ridge популярен у русскоговорящих эмигрантов в частности потому что к нему так относятся что вот типа хочу район где будет немного русскоговорящих но при этом было бы круто чтобы как бы жить среди американцев и есть такой стереотип который уже наверное не актуален что Bay Ridge это такой Ирландо-Итальянский район по факту сейчас он уже супер мультинациональный вон видите супермаркет Баллади с арабского Баллади моя родина моя страна Белад страна Баллади моя страна ну родина страна кто как в общем видите очень много надписей на арабском здесь особенно на 5-му линию говорят что именно здесь в этом районе в этой части Bay Ridge одни из самых лучших еменских ресторанов ну и вообще если вам интересно восточная кухня всякие приколы типа хумуса по багануш и прочих подобных вещей то наверное вот здесь вот самое место самое то чтобы эту еду покушать мы с вами сейчас наверное дойдем до набережной где открывается вид на мост и Рязан посмотрим на него и я вернусь сюда на 5-й авеню для того чтобы поесть мясо здесь есть заведение называется Бруклин Кабаб очень оно мне в прошлый раз понравилось поэтому наверное посещу его еще раз и в этот заезд ну вот такие вот здесь домики как-то пропустил я поворот на улицу где интересные и более богатые выглядящие частые дома ну вот здесь с одной стороны такие многоквартирники комплексы нам много много квартир ну а с другой такие вот делящие стену таунхаусы не знаю если честно где лучше жить мне наверное привычнее все-таки многоквартирник кому-то больше по душе вот подобное строительство подобное жилье ну и да кстати я забыл упомянуть рассказывая про арабский район что прям смешение культур порой поражает потому что если скажем пройти чуть-чуть наверх куда-нибудь в район десятой и десятой эвенью то там будет примерно то же самое что я вам вчера показывал в южном Велимсбурге то есть это уже будет конкретно еврейский сбору парк вот соответствующие одежды все закрыто в субботу и так далее ну и вот как-то не знаю нормально уживается рядышком друг с другом вроде никому никто не мешает не воюет по крайней мере наверное в этом плане хорошо что нью-йорк их в каком-то смысле сближает так это у нас если что перекресток колониал роуд и 73 улицы здесь нет перехода регулируемого но машин немного поэтому идем прямо так подходит к концу у меня предпоследняя батарея но с другой стороны наверное я почти все уже снял что хотел сейчас сниму набережную еще чуть-чуть поснимаю Bay Ridge ну и подведу наверное какие-то финальные итоги этого своего визита в нью-йорк потому что в алабаме ну и снимать скорее всего не буду там просто нечего снимать да и возможности не будет особо снимать как выглядит отель Мариот в пригороде Бемингема я думаю вас особо не интересует и впечатление создается такое что там как-то все все на отшибе да есть вот центр города с какими-то там ресторанчиками кафешками ночными клубами бизнесом вот все остальное на отшибе отель на отшибе офис в котором я буду там работать на отшибе ничего нет все только на такси на убере в общем как-то так не знаю насколько хорошо вам отсюда видно но отсюда видно мост Терезана там вдали который собственно говоря соединяет Бруклин и Стейтен Айленд вот то что вы видите напротив через реку это уже Стейтен Айленд пятое Боро Нью-Йорка достаточно неудобно там жить если работаете в офисе и вам нужно каждый день быть где-нибудь на Манхэттене либо в Бруклине потому что мосты эти платные по-моему есть какой-то прикол что если вы там живете то проезд в одну сторону для вас бесплатный но в общем все равно неудобно есть у меня коллега Терри которая как раз из Бейридж в прошлом году переехала на Стейтен Айленд по личным причинам в общем пообщались мы с ней по этому поводу говорить неудобно стало добираться в офис надеюсь не сильно вам ветер задувает в камеру и хоть что-нибудь слышно ну а мы сейчас где-нибудь в районе 70 улицы свернем и будем подниматься наверх у воды прям ощущается сильно холоднее задувает в общем да не комфортно вот как-то так заканчивается вот как-то так заканчивается мой визит в Нью-Йорк в 2024 году в этот раз я нагостился быстрее чем в прошлом году наверно во многом из-за того что погода не сильно располагает да хорошо хоть нет снега нет дождя но все-таки холодно и я к такому холоду совершенно не привык в общем еще раз для всех кто интересуется планами по возможному нашему переезду в Соединенные Штаты планов нет я постоянно рассказываю на стримах что если мы куда-то поедем из Испании то скорее всего это будет в Чили вернемся в Сантьяго может быть и то это вопрос далеко не решенный да и если мы вдруг будем его решать то решать мы его будем ну наверное не скоро еще то в общем да Штаты переезжать планов абсолютно нет ничего не исключаю ну в том плане что я уже много раз говорил если вдруг подвернется возможность зарабатывать здесь огромные деньги там в районе 500 600 700 тысяч долларов в год и больше то безусловно будем такой вариант рассматривать потому что отказываться от подобных предложений ну наверное нелогично да но пока предпосылок к появлению подобных вариантов нет поэтому пока в Мадриде работать на Штаты живя в Мадриде очень даже хорошо интересно и весело ну и какого-то смысла переезжать сюда в общем-то нет виза до 26 года всегда можно когда соскучился вот так вот приехать тем более на работе периодически зовут раз в год раз в два года раз в год ну и не так уж и дорого на самом деле и самостоятельно приехать если вдруг захочется но как я в начале этого видео сказал скорее всего в ближайшие месяца 3-4 точно такого желания не возникнет все-таки устаешь от Нью-Йорка ну вот такой вот Bay Ridge не знаю не вызывает каких-то теплых чувств если честно вроде нормальный район но как-то не по душе не по душе все давайте на этом вам заканчивать серию нью-йоркских видео из 24 года скорее всего больше сегодня снимать не буду ну а если будут куда-нибудь незаметно середину видео вставлю спасибо большое что смотрите снимаю я в основном для себя но мало ли вдруг кому-то эти видео окажутся полезными кто-то для себя что-то причернёт по возможному переезду в жизни в штатах знаю что среди их подписчиков зрителей моих достаточно много людей которые хотели бы сюда переехать ну в общем как-то так все увидимся теперь уже в Мадриде всем удачи до встречи до сих пор